Доброе утро, время! 7 часов утра, и знаете, встал я сегодня в 5, только для того, чтобы сделать все свои практики и начать собирать чемоданы. Ведь сегодня последний день в Санкт-Петербурге, завтра я уже буду на море. Про привычки или что я для себя вынесла из этой книги. Для себя я выделила всю информацию, чтобы не упустить ничего и обязательно все вам рассказать. Итак, как формируется привычка? Привычка это создание новых нейронных сетей. И изначально они делятся на вредные и полезные. Критерий формирования привычки это вознаграждение, то бишь что вы получаете после того, как вы сделали то или иное действие. Время зависит от вас. Так, например, Максвелл Мольц выделил, что среднестатистическому человеку необходим 21 день для того, чтобы эта привычка сформировалась. Но также я нашла другие исследования о том, что кому-то необходимо всего 7 дней, а кому-то и целого года будет мало. Поэтому все зависит от вас. Также, какие есть методы работы с привычками? Первое, это создание петли, то бишь определение четких действий, которые будут следовать друг за другом. Первое, эксперимент с вознаграждением, то бишь что вы будете получать после того, как будете делать то или иное действие. Далее, стоит также изолировать любые барьеры и стрессовое состояние. И не забывайте о четком тайминге. Это будет некое подобие рефлекса Павлова, когда вы каждый день в одно и то же время делаете одни и те же действия. Ну и метод маленьких шагов. Изначально легче всего начинать с малого. Так, например, если вы хотите читать по 50 страниц в день, то изначально вам надо начать всего с 5. И постепенно, постепенно повышать количество страниц день за днем. Также, всего одна привычка, один фокус. Обязательно, в самом начале не распыляйтесь. А у нас сейчас пошел дождь, поэтому я иду собирать чемоданы. Ну вот и пришло твое время. Ничего не забыть, я сделала вот такой тудулист, в котором обозначила все моменты, которые необходимо взять с собой. Всем путешественникам на заметку, чтобы не брать с собой полноразмерные версии, обязательно обзаведитесь вот таким вот набором. Вещи уже собраны, осталось сделать за малым. Аптечка, таблетки на все случаи жизни. Далее косметичка, палетка. Это хайлайтер жидкий, керлер, щипцы, кисточка, резинки и помада оттеночная. С собой в поездку я беру вот такую косметичку, и это, мне кажется, самое главное, без чего нельзя уезжать в отпуск. Так, например, я беру для себя два средства с SPF 30, SPF 50 для лица. Ну и также не стоит забывать о специальном креме после загара, который успокоит вашу сгоревшую кожу. Больше уверена, что я сразу же покраснею, но сейчас не об этом. Итак, если вы не пользуетесь SPF, то обязательно прочитайте пару статей, и тогда вы поймете, что это просто обязательный пункт для всех. В итоге чемодан выглядит следующим образом. Одежда, косметика, уход, одежда, одежда, еще SPF, купальники, кстати, моя новая обувь, шлепки, аптечка, рубашки, новая книга, расческа и солнечные очки. В принципе, на этом, наверное, и все. Время уже 6 часов вечера, и знаете, до сих пор у меня полно сил, вот что значит ранние подъемы, поэтому решила, чтобы хоть как-то устать, надо сделать тренировку. Сейчас тренируюсь дома, с собственным весом, и хочу прокачать, так сказать, мышцы кора, поэтому включу видео на ютубе, какой-нибудь хлоитинг, либо помелу, и буду уже выполнять за ними. Во время ужина, курица, пюре, мои списки, хочу сейчас это все закончить, и еще включила Барби чуть позже, поделюсь своим впечатлением. Честно сказать, я расстроена. Я очень сильно расстроена, ведь он меня разочаровал. Я надеялась на то, что этот фильм действительно будет феноменальный, что он будет просто вау, но тут до вау очень и очень далеко. Игра актеров классная, костюмы просто что-то с чем-то, но основной посыл слишком детский. То бишь, все прямо, по полочкам, и больше ничего. Если вы смотрели этот фильм, то обязательно напишите в комментариях, как вам он, и стал ли он вашим любимым. Хоть как-то поднять себя настроение после Барби, решила включить следующий фильм, называется «Принц в раю», и здесь больше будет про любовь. Надеюсь, что хотя бы он вам не зайдет. Собралась и еду в центр на обед. Мы пришли перекусить. Вообще, изначально собирались дойти в кофейню, которая находится в французском институте, но, как оказалось, что она закрыта. Поэтому пришли, есть хачапури и хинкали. Я уже три года живу в Санкт-Петербурге, а про это место узнала только сегодня. Пошел пятый час ходьбы по магазинам, я безумно устала, хочу домой. И, знаете, мне ничего не подошло. Вот и подошел мой день к концу. Я за сегодняшний день сделала больше, чем за всю предыдущую неделю. Также успела пройти 16 тысяч шагов, поэтому сейчас доделываю все свои бьюти-процедуры и отправляюсь спать. Решила, что сегодняшний день необходимо идеально закончить, поэтому взяла книгу и хочу сейчас немного почитать.